Всем добрый день! Сегодня хочу вам показать как с использованием встроенного языка MyLogic для терминала клоносов написать программку, в которой вы могли бы работать с несколькими устройствами по определенному времени и при том у вас наблюдался бы такой принцип как псевдомногопоточности. По факту алгоритм работает линейно, но благодаря тому, что он работает очень-очень быстро, мы можем выполнять несколько задач, не ожидая следующей задачи. Это такие задачи, которые позволяют нам их делать, не используя такие команды, как делай и слип. Разберем сначала наш скрипт. Я подключил стандартные библиотеки, которые нужно будет для работы, ограничил размер. Памяти и указал переменную, которая у нас будет показывать, сколько у нас миллисекунд идет отчет, какой шаг. Минимум в инструкции описано, что это шаг 5 миллисекунд. Столько нужно на работу остальным системам, чтобы добраться до скрипта, назад вернуться в работу скрипта. У меня установлено 20 миллисекунд. Вот она 20 миллисекунд. Вот тут мы запускаем три новые переменные. Первая переменная, она хранит время с начала запуска скрипта. Другие две переменные, это два таймера, с которыми мы работаем. Таймер 1 и таймер 2. Дальше мы, используя функцию таймер, которая встроена, мы будем вот эти вот вызываемые каждые 20 миллисекунд в переменную миллис, вот эту вот складывать, плюсовать значение самого таймера. То есть получается у нас срабатывает функция таймер, у нас миллис на 20 миллисекунд увеличивается. Также мы написали отдельную функцию миллис, вы можете ее позвать как угодно. Это название функции такая, дань ардуино ориентированному программированию, где мы просто берем и возвращаем значение миллис. То есть мы берем из памяти и возвращаем вот это значение этой переменной. Ничего нового тут не добавляется. Дальше у нас есть два блока. Первый блок это сетап, он выполняется один раз и тут мы запускаем все наши перемены, которые нам нужны для работы. Функция сеттаймер, мы устанавливаем в таймер, в него передаем значение переменной таймер, который равен 20. То есть когда будет у нас сборка, вот сюда автоматически поставится 20. Если поменяете вот тут вот другое значение, то будет другое. То есть можно как-то играться с этой, но не меньше чем 5. Следующий у нас идет блок луп. Чем отличается блок луп от сетапа? Сетап выполнится один раз, блок луп доходит до конца и повторяется еще раз. Тут мы и делаем режим псевдо многопоточности. У нас есть первый поток, у нас есть второй поток. Первый поток у нас работает просто. Мы берем миллис, то есть время, которое у меня накопилось в таймере, минусуем из него. И если у нас разница получается больше чем 1000 миллисекунд, то мы получается выполняем следующий вот код. И когда мы выполняем, мы чтобы у нас ошибки не было с таймером, мы этот таймер записываем в то значение миллис. То есть как бы обнуляем их. То же самое мы делаем и для второго таймера. И мы видим, у нас один таймер получается работает раз в секунду. Другой таймер работает раз в 5 секунд. Какие у нас есть минусы. Переполнение будет примерно за 3,5 недели. Может быть сбой, связанный с переполнением буфера этой переменной. Поэтому нужно как-то либо контролировать и обнулять эту переменную до того, как произойдет этот сбой. И таймеры все эти переделывают. Либо просто игнорировать. Потому что в большинстве систем, в том числе в плане ардуино ориентированных, в принципе, если у вас система не сигнализация какая-нибудь, то можно проигнорировать этот момент. Он просто обнулит. Один раз таймер у вас собьется, потом таймер, в следующий раз таймер перезапишет его. И что мы видим в следующих моментах. Я открыл тут диагностику для того, чтобы посмотреть, что мне выдает. То есть, видите, тут функции выполняются. Он выводит в диагностику два сообщения. Что выполняется раз в 1000 миллисекунд и выполняется раз в 5000 миллисекунд. И вот тут вы можете посмотреть, что у меня выполняется один раз в 5 миллисекунд. Потом выполняется пять раз в 1000 миллисекунд. Потом один раз в 5000 миллисекунд. И опять повторяется. То есть, цикл он работает. Он работает циклично. И можно использовать данный способ для создания каких-то систем, которые могли бы работать в таком быстро ориентированном виде. Где надо одновременно значение получать с разных датчиков в разное время и обрабатывать их в разное. Опять же, еще раз зациклюсь на обработке самой миллисекунд. Переполнение переменной 4-х байтовой будет после 3,5 недель. Если трекер у вас какое-то время ресетится или как-то нестабильность питания, то проблем с переполнением не будет, если не дойдет. Но в любом случае, нужно заложить защиту от переполнения данной переменной. Тогда он сможет у вас работать очень долго. Либо можно вообще не бороться с этой системой переполнения буфера и использовать время внутри прибора, который хранится в формате Unix. Точнее, еще UTS его можно по-другому назвать. Это разные системы, но примерно одно и то же. Вы можете обращаться к нему и брать данные оттуда. Но тогда у вас будет скорость работы не в миллисекундах, а скорость работы в секунды. То есть, кратно в секунде плюс 5-10 миллисекунд, что у вас будет плавать вот эта вот скорость обращения к самой функции. То есть, если у вас какие-то несрочные дела, то можно, в принципе, даже используя C-подобный способ через Maya в вечном цикле While или в вечном цикле For просто выполнять те же самые функции, но использовать для получения какого-то таймера, через который вы все это считаете, использовать именно его в формате таком, что считать раз в секунду. Надеюсь, данное видео было вам интересно. Всем благословения, всем удачи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok